всем привет лето на даче сегодня 5 июня и я буду сегодня формировать свои томаты ну вот рассмотрим вот этот томат это детерминатный сорт софа ну первое что нужно сделать это конечно же обрезать листья которые касаются земли потому что растение иначе может заболеть фитофторы что мы берем ножницы дезинфицируем и обрезаем все ветви которые касаются земли 1 2 3 следующий вопрос формирование ствола детерминатные томаты формируют в три ствола рассмотрим строение этого помидора вот у нас главный ствол и вот идет раздвоение рогатка уже два ствола сформированы ищем 3 вот у нас есть пасынок очень крепкий пасынок и он наверное даже зацветет скоро мы его тоже оставим то есть у нас будет уже раз два три ствола все пасынки ниже этих стволов мы удаляем что такое пасынок пасынок это идет ветвь и из нее посередине еще одна вот это пасынок который забирает лишнее питание эти пасынок уже перерос так его надо убирать здесь пасынки убраны были это тоже пасынок большой он нам тоже не нужен эта ветка касается убираем кстати вот это тоже касается придется ее тоже убрать вот так это выглядит дальше 1 2 3 ствола смотрим дальше лишние пасынки мы должны убрать так как они забирают питание пасынки срезаем с пенечком обязательно вот пасынок и пенечек до сантиметра мы должны оставить чтобы он засох и туда не попала никакая инфекция и так мы сформировали раз два три ствола если вдруг потом появятся какие-то новые мы можем вот еще пасынок мы можем пустить четвертый чтобы увеличить урожай потому что если мы сделаем всего в два ствола то урожай будет очень скудным и подвязываем вот такое формирование детерминатных томатов а сейчас перейдем к индотерминат ному сорту это сорт неограниченного роста это гибрид черри краски также я не сужи есть обрезала все что касается земли и поведем его в 3-4 стебля вот рассмотрим стебель вот главная стебель идет вот он у нас уже раздвоился вот рогатка пошла то есть у нас вот кого вот и вот вот я хуже оба подвязала вот сильный пасынок мы его оставляем это будет у нас 3 и ищем 4 у нас вот здесь вот очень сильный пасынок растет вот мы его оставим за 4 остальные все вот тут в пазухах все пасынки мы обрезаем и так томат я сформировала что у нас получилось в итоге два стебля третий стебель и мы пустили вот этот вот большой пасынок вот он как 4 стебель и все подвязали все формирование закончено